Понимаете, этот визит очень знаковый. Я имею в виду визит Путина в Казахстан и его очень демонстративно тесное дружеское общение с Путиным. Пятый раз они встречаются уже только в этом году. Чаще всего Путин встречался с Лукашенко. То есть настолько важно сегодня для Путина, да впрочем и для Такаева, демонстрировать приязненные отношения, увеличить все факторы, которые их соединяют и проигнорировать все, что их может разъединять, причем последнее не упоминать, а подчеркивать и приподнимать первое. Это стало очень характерной меткой этого визита, который демонстративно проходит, а, так сказать, обозревая экономические аспекты сотрудничества, б, делая вид, что перед этим Астана никоим образом... Делая вид, что перед этим Астана, так сказать, не встречала президента Франции Макрона, что не прилижала заместитель госсекпера Соединенных Штатов господин Лу, что вообще Астана идет самостоятельно в сторону Запада. И довольно забавно, забавно, что если лидеры ничего об этом не говорили, то, что называется, в преддверии визита Путина разошлось интервью, которое дал агентству ТАСС, один из ответственных МИДовских работников России, ответственный за отношения с Центральной Азией. Он напомнил, что Казахстан устанавливает отношения с НАТО, позволяет НАТОвцам обучать миротворцев казахстанских по стандартам НАТО и так далее. То есть он не сильно наставил, что это очень опасно, но тем не менее он обратил на это внимание. То есть то, что не должен был говорить Путин, сказали чиновники третьего ряда, оно на Смоленской площади. Ну вот как-то так, пока это все выглядит. Да, я еще обращу внимание на очень тоже замечательную деталь. Так давно уже не было, а может и вообще не было, что два лидера дали встречное интервью соответствующей казахстанской и российской прессе. Так вот, в интервью господина Такаева, газете «Известия», я обратил внимание, что ни разу он не упомянул о сотрудничестве в рамках ОДКБ, о сотрудничестве в рамках Еврозес, мельком, по-моему, упомянул существование СНГ, и разговор лишь шел о Шанхайской организации сотрудничества, которой Казахстан будет скоро председательством. То есть, в общем, это такой намеренной демонстрации того, что Казахстан собирается дружить и укреплять сотрудничество, чисто экономическое, на двухсторонних отношениях с Россией. А ни в коей степени не с теми, так сказать, структурами, которые, в общем, скажите откровенно, дышат на ладо. Аркадий, не секрет, что серые схемы по импорту в Россию проходят частично через Казахстан. Насколько Казахстан действительно очень важен для России, для серого импорта в условиях того, когда Россия обложена со всех сторон санкциями? Вы знаете, я полагаю, что чрезвычайно важно. Я думаю, что попытки каким-то образом отрегулировать эту проблему не было одной из целей Путина в переговорах с Такаевым, и он ее обозначил сегодня. Он сказал, выступая в рамках этого визита, что мы обсуждали различного рода финансовые отношения в рамках тех мер, которые нужно преодолевать Казахстан и Россию, чтобы соблюдать свои обязательства перед другими странами и структурами. В такой завуалированной форме он попонять, что речь идет как раз о стремлении Казахстана, с одной стороны, продолжать сотрудничество с Россией, а с другой стороны, не напороться на вторичные санкции, будучи обвиненные в нарушении антироссийских санкций, наложенных Западом. Это проблема реальная.